Здравствуйте коллеги, с вами Алексей Явкин и в этом видео я покажу возможности нового продукта компании Microsoft, который называется Power BI Report Server. Power BI Report Server это локальное решение, предназначенное для построения отчетности. Локальное это означает то, что оно размещается на серверах внутри вашей организации и при этом не требует соединения с внешними сервисами, с облачными сервисами, вообще не требует доступа к сети интернет. Предназначено прежде всего для тех компаний, которые по каким-то причинам не могут пользоваться облачными сервисами, сервисом Microsoft Power BI для построения отчетов, но при этом хотят строить отчеты Power BI. Вот собственно главное нововведение, которое появилось в Power BI Report Server, это как раз возможность пользоваться практически всем функционалом Power BI, но при этом все эти возможности доступны внутри локальной сети вашей компании. Кроме того, Power BI Report Server сводит в едином интерфейсе, то есть в едином окне различные технологии построения отчетов. То есть практически все технологии построения отчетов от компании Microsoft, они присутствуют в данном продукте. Здесь вы можете видеть группы отчетов, которые разбиты на категории. Категории этих четыре, то есть это ключевые показатели эффективности, собственно отчеты Power BI, мобильные отчеты и отчеты с разбивкой на странице. Первая группа это простые отчеты, так называемые дашборды, которые отображают значение за одного параметра, то есть так называемого ключевого показателя эффективности или KPI, и тренд этого параметра, то есть изменение его во времени. Кроме того, они могут отображать цветом какие-то пороговые значения. То есть для того, чтобы посмотреть более детальное значение параметра, можно открыть карточку этого параметра, прямо непосредственно из Power BI Report Server, и более укрупненно видеть тут значение изменения. Кроме того, можно прямо здесь же поменять пороговое значение, настроить цвета, настроить индикацию, то есть как будет отображаться этот KPI, все это сохранить, и он будет прям доступен здесь же, в Power BI Report Server. Здесь стоит обратить внимание, что Power BI Report Server является независимым от платформы, то есть отображаются данные одинаково в различных браузерах на различных системах. В данном случае у меня браузер Safari под Mac, и все это прекрасно работает наравне с Windows. Вот вы можете видеть пример этого же самого окна, которое отображается в браузере под Windows. Следующая группа отчетов – это отчеты Power BI, то есть это как раз те самые нововведения, которые появились в сервере Power BI Report Server. Отчеты представляют собой дашборды вот такого вида, это все можно настроить, связать. Причем эти дашборды, они интерактивные, то есть я могу, выбирая определенные значения на определенном компоненте данных, на определенном отчете, при этом тем самым фильтруя нужные данные и все прочие индикаторы, все прочие элементы визуальные, также пересчитываются, показывают изменения значений. Причем можно даже выбрать в качестве фильтра несколько значений для различных графиках, и при этом вы видите общее изменение на других графиках. То есть тем самым мы можем анализировать данные, фильтровать их по различным срезам, смотреть значения, проваливаться, так называемую, в детализацию и так далее. Отсюда же можно отредактировать отчет. Для этого мы нажимаем «Изменить Power BI Desktop», и у нас сразу же открывается редактор, прямо непосредственно из интерфейса сервера. И здесь можно произвести какие-то изменения, причем при этом сам отчет продолжает работать, то есть он, как вы видите, интерактивный, то есть я его меняю, меняю какие-то расположения индикаторов, например, меняю их вид, и при этом все у меня продолжает обновляться, все точно так же, как и в браузере, только в редакторе. После этого я могу все настроить, настроить нужные поля, добавить нужные компоненты, связать их с данными, сохранить это все, опубликовать на Power BI Report сервер, и дальше будут пользователям доступны отчеты на сервере. Следующая, третья группа отчетов – это так называемый мобильный отчет или Mobile Reports в английской версии. Это отчеты, которые унаследованы от технологии Data Zen, которые Microsoft в свое время включила свой продукт, приобрела стороннее решение, включила свой продукт, его развивает. Я раньше записывал видео о том, как настраивать отчеты Data Zen, например, это пример такого отчета. Также он, как и Power BI, интерактивен, то есть он позволяет, нажимая на данные, тут же перестраивать значения, фильтруя их по нужным параметрам. И все это обновляется, причем это обновляется как в браузере, так и с помощью мобильных приложений на мобильных устройствах. Для того, чтобы отредактировать отчет, отсюда же из интерфейса Power BI Report Server, можно нажать на нужном отчете и изменить его. В соответствующем редакторе открывается этот редактор. И здесь мы можем изменять, опять же, визуальные элементы, добавлять какие-то свои новые визуальные элементы, связывать их с данными и так далее. То есть все это можно также анимировать. То есть можно смотреть, как у нас будет все меняться, сохранять, менять стили. Тут все довольно просто и быстро делается. Но самая главная особенность, которая отличает именно мобильные отчеты, в том, что их можно адаптировать под различные мобильные устройства. Например, можно переключить разрешение экрана, переключить пропорции экрана и создать вариант данного же отчета для, например, телефона. Или вариант данного отчета для планшета с большим размером экрана, где уже будут другие индикаторы, их размещение поменять и так далее. И пользователь будет, используя различные устройства, запускать, смотреть этот отчет и видеть различные индикаторы. То есть, причем данные будут одни и те же. Все это вот здесь же редактируется, можно все это менять. И последняя группа отчетов – это традиционные классические отчеты reporting services. Здесь они называются отчеты с разбивкой на странице. Вот пример такого отчета. Отличаются они от предыдущих тем, что направлены больше на формирование документа. Если предыдущие отчеты – это именно так называемые дашборды, то есть документы одностраничные, которые отображают сводную ключевую информацию, то отчеты с разбивкой на странице, именно СССРС-отчеты – это отчеты, прежде всего, ориентированы на создание многостраничных документов, которые зависят от количества и объема данных. Здесь можно видеть различные тоже индикаторы. Их также можно редактировать для того, чтобы отредактировать. Также отсюда же можно запустить редактор, нажать «Изменить построение отчетов». Откроется теперь соответствующий редактор для редактирования таких отчетов. Вот он так выглядит. Для тех, кто пользовался СССРС, это абсолютно знакомо. Здесь источники данных, здесь настройки, здесь визуальные компоненты. Вообще СССРС-отчеты – это очень функциональные отчеты, то есть с помощью этой технологии можно практически любой визуальный отчет реализовать. Но они ориентированы именно на разработчиков, то есть на достаточно высококомпетентных специалистов, которые будут разрабатывать шаблоны таких отчетов. На этом все. В следующем видео мы рассмотрим с вами пример построения отчета Power BI в рамках Power BI Report сервера, который будет использовать данные локально размещенного Project Server. Поэтому не забывайте подписываться на наш канал. А с вами был Алексей Явкин. До связи. Успешных вам проектов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова